итак друзья всем привет всем доброго времени суток master of the sword подошел к концу и нас ожидает финале результат который никто не ожидал на самом деле два английских коллектива просто разорвали всех но об этом мы конечно попозже поговорим а сейчас формальность записывать обзор буду я марсель со мной конференция сотника ваня raikin 15 и уе 720 привет ребят всем привет всем привет итак мы начнем с матча и пик гарс пингвины пингвины выиграли 3-1 этот матч что сказать я был уверен что пингвины выиграли они не смогли как раз таки затащить какую карту они там по-моему проиграли проиграли forest что было и ожидаемо но они выиграли за синюю сторону мосты что для меня конечно стало шоком потому что как говорил один аналитик то что лучше всех пингвины играют именно за эту сторону ни одна команда не сможет их выиграть я с этим в принципе согласен потому что пингвины ни разу не проиграли за синих мосты это просто похвально на самом деле вы как ребят давай ваня скажи об этом и пики смотреть странно я не знаю что сказать и пики в той игре я же ее комментировал и поэтому помню а плохо очень играли они и радарит проиграли в салат хотя радарит это одна из самых сильных их карт 3-0 вообще без шанса отдали его и потом мосты еще за синих проиграли на этом было все кончено потом конечно целиком довольно таки неплохо отыграли видя 1-0 за 7 секунд до конца упустили победу forest смогли отжать потому что пингвина какой-то странный состав на него выпускали вплоть до гранд-финала ну а парма понятное дело отлетели 4-0 без шансов ну и наверное любой бы на парень отлетел от пингвинах но в принципе мосты эпики могли не проиграть я что там чисто ошибкой некоторых игроков плюс вылетел рекрут именно этот момент но два игрока были на дропе в эпиков и не своевременные рельсы выдали на правый мост никто не подсказал никто не сообщил или что-то там случилось поэтому флаг ушел дали камск тоже очень обидная ничья доминировали не нас или камске очень сильно эпики за синюю сторону несмотря на то что они были за слабую они играли его очень хорошо и только ошибки и не собранность опять эпиков в древе потому что если вспомнить именно левую кишку эпики не держали вообще то есть они все время rush или rush или rush или лево было очень плохо и это в итоге зарешало за 20 там секунд до конца зашли игроки с пустой базы плату язык что это было непонятно вроде весь основной состав играл скорее всего сыграла роль как говорил кидос айдонт майк они очень мало тренировались не было соперников очень было трудно найти в кругом столе и у дани 4 дня они очень мало тренили поэтому такой результат я считаю что игра закончилась на первом раунде когда эпики слетели свою самую сильную карту 3 но дальше можно было не смотреть не комментировать просто все понятно я я разочарован был именно в этом рода лет именно он для меня определилась вот этого матча ну знаете ребят на самом деле я очень радовался когда эпики вели в счете на соликамске но как так вот на самом деле я просто за голову хватался когда камни травы вместе с на этом увезли этот флаг если бы просто когда мы сладом говорили это вот если вы просто фореста был бы 11 парму бы они сто процентов сыграли его по-другому вот я вас уверяю если бы они психологически понимали что сейчас ничья они бы не проиграли 4 0 но там еще знаете странно то что гриндейл пересел с вас по на хорнет и буги пересел с хорнета на вас да они оба умеет играть на этих корпусах но не финале же грубо говоря но да просто гринд уже хороший кемпинг он всегда хорошо парма играл и на харьке а буги может всегда хорошо парма играл именно восьми на трансляции отмечали что соликамска они не стояли в дефе эпики твои там несколько раз сказали что у эпиков никого нет дыр никто не держит левую кишку и поэтому а кстати а насчет рыдали это если сказать то эпики там тоже неплохо смотрелись до счета там вот 10 и эпики неплохо атаковали по каналам и только опять же неправильно они там не туда увозили кто-то не туда стрелял лично там буги врезался по моему в одном увозе за этого не сказать что они сильную свою карту ну прям вот в дребезги слили а по счету да они ее слили но вот когда счет был 1-0 эпики очень неплохо там смотрелись и родни один микро момент если бы им повезло еще не факт как бы завершился этот матч но получилось так и получилось пингвины молцы но как влад сказал когда они проиграли за красную сторону на мостах они уже проиграли этот финал вы согласны да ну давайте дальше к следующему матчу пингвины дежавю ох тут интересно было когда как обычно я оставил на 3-0 в пользу своего оппонента у этого имею ввиду пингвины сказать о матче вычеркнули вначале мы парму они вычеркнули кунгур мы могли пойти парму мы выбирали на самом деле конференцию мы сто процентов хотели пойти соликамск ни разу его не трение вот на самом деле я положу руку на сердце мы ни разу в этом master of the sword не тренили соликамской пошли его против пингвинов почему мы так сделали во первых мы знали то что пингвинов есть две супер сильные карты это борда это парма и мы гадали какой же все таки из этих карт нити и почему мы пошли играть соликамск они допустим и парму и борду потому что мы знали что если мы выйдем гранд-финал то нам сто процентов придется играть соликамск поэтому как не если у нас еще тем более тренировок нету то это самая лучшая тренировка это официальный матч если мы хотели как-то выйти гранд-финал но соликамск мы проиграли к сожалению 1-0 но неплохо мы там смотрелись просто камп этого увез это из-за незнания карты мы там просто не знали куда там флаг увозят и прочее 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 дальше рыдали проиграли что сказать ну там они нас перестреляли переиграли лес отжимали просто наши такеры как-то не очень удачно сыграли ну и деф четверки постоянно вас пропускал из-за этого они увозили дальше третья карта мосты за сильную сторону мы не смогли увести там был 00 пингвины засушили четвертый раунд форест слабая карта пингвинов хорошо они они проиграли 21 мы уже были на кураже и вот пятый раунд барда мы повели 20 и загнать за три минуты они доставили ну за минуту они достали два флага и мы на полной дизморали уже сыграли ничего тот раунд и вылетели из этого турнира вот так жёстко на самом деле я ожидал от вас большего народа лютсия вы проиграли 2-0 его я думаю что вы как раз народа лютси поборетесь у нас рекам там во многом вот нынешний вид там просто во многом решает контроль именно ты индивидуальных игроков потому что если кто-то допустим просмотрит заход слева то это будет очень неожиданно парень на фуле влетит и умчится и никто его не сможет отфокусить поэтому в этом плане еще удивительно что вы проиграли столик хоть один раз камну должен был увести ну а на борде удивительно для меня что вы сыграли два-два но молодцы дежавю хороший сезон правильно отлично на самом деле соликамска мне посчастливилось быть в конференции дежавю я там просидел весь матч за что спасибо марселя они неплохо по конференции договорились как играть соликамска не все обговорили и в принципе они начали даже очень неплохо и очень неплохие заходы слева а потом бросили именно лево и кам даже не по кишке а вдоль кишки на фуле проехался и о нем никто не сказал в конференции это сто процентов никто не сказал и он естественно потом на фуле и поехал в ту сторону где увидел аптеку и так получилось что там никого не оказалось хотя в принципе соликамска играли дежавю мне кажется получше чем пингвин но все вот не даже собрать то что мы ни разу не тренировать то что ты там конференцию зашел чтобы нам объяснил как играть соликамска вот так вот но и вы очень неплохо начали очень лево неплохо отжали дом влад неплохо именно слева как раз зашел как вы и договорились между собой что вот он так будет заходить и он узелся вы практически флаг то проиграли уже на своем флагштоке немного не хватило но в принципе задумку вы исполняли все правильно и вот тут просто пока мы не было информации он всю вот эту огромную прямую на соликамске проехал о нем никто ничего не сказал и это была самая главная проблема если о нем бы сказали он бы никуда не делся оттуда он бы там на точке и умер потому что актуале был дэдэшный у себя на базе он никуда бы не уехал и остальные картеры дарят без вариантов барда очень хорошо начали потом начали сушить результат были возможности когда можно было лево заехать в атаку по трансляции это очень видно было что можно было заехать в атаку новые остановились и все стреляли на свой флагшток поэтому немного продали и один фланг и второй фланг из этого пошел конвейер 22 очень обидно хотя начали очень хорошо барда просто замечательно чуть-чуть не сложилось но везение даже закончилась и удача была на стороне пинга я считаю даже молодцы даже не смотрю что они проиграли они очень достойно завершили сезон с минимальным счетом проиграв и я считаю что все-таки барда была ошибкой если я уж они на борде смогли свести ничью я считаю пару могли спокойно выиграть потому что по моему мнению все-таки пинга на сильнее на борде чем на парме но тем не менее молодцы достойно достойны проиграли типа не сухую поборолись все четко просто самое обидное было то что пингвины нам дали шанс вот на победу вот из-за этого поражение как-то становится чуть-чуть конечно грубо говоря с ложкой дегтя бочки меда но давайте уже самый главный матч это со второй лиги мы начнем потому что я хочу обсудить этот матч попозже чуть-чуть это все-таки дальше мы вернемся к энту за локистар к энту за выиграли 3-0 своих оппонентов тут ничего удивительного по моему играли на борде и а уж вот там а у в тот самый как тут из-за него мне кажется все проиграли потому что как этот игрок не доигрывал это очень странно было ребят сына только локистар проиграли из-за ауфах как мы знаем это уже стрелок там борда была и концу из лайки старые дали нет почему нет бара же него борда нет я перепутал мать как раз таки с рандом нубсами они играли тогда а ну тогда все логично если рада лерцы локистары я вообще их ни разу не видела с конфузами мы тренировались и грубо говоря они нас выносили после чего мы не хотели играть тренировки да и вот это вижу у ауф 1027 037 и по 27 раз мире мы почти и рекорд побил и все но после победы локистаров над снг рассчитывалось на что-то больше хотя бы на борьбу но 3-0 это жестоко но больше тут особо добавить нечего конфуз хавориты все-таки были они оправдали свое желание вы же не забегай вперед вышли в финал а дальше обсудим но еще конкурсы кстати выиграли лид дивизион вот матчем ранее нога или дивизион я пару слов скажу то что ну молодцы игроки из авангардов принесли в нем что-то новое но этого не хватило чтобы обыграть такой звездный коллектив гранд-финал второй лиги который закончился буквально час назад это рандом нубс против кентлузов была борда на которой как раз таки и хорошо играют рандом нубсы я не знаю зачем к туза пошли борду вот серьезно зачем уверены были в себе ну кто смотрел трансляцию тот поймет то что на самом деле 4 раунд там проиграл грубо говоря и ст а там вообще в целом там и в этом я лавирую что творил непонятно и холиман в некоторых моментах очень жестко косячил в целом проиграли командой там я я бы честно не выделял бы каких-то просто дубов и непонятных людей у конкурсов там просто они проиграли как команда очень много ошибок не на меньше всего ошибался сфт который иногда выходил на замену вот он больше всего запомнился своей более-менее адекватной игрой давай рандом нубсов я хотел бы отметить репарта он очень хорошо он мега это мега жесткий рок я считаю игрок матча мвп матча при партии сделал очень много я восхищу я считаю что ошибка была в принципе идти на барду непонятно почему но в принципе знаю что это чикаго конечно тут вообще сложно что-то обсуждать вышел от милави в основу я перед матчем мы обсуждали перед обзором вернее я вот открыл его профиль смотрю назначение его игры и сколько он играл и большие вопросы у меня возникают поэтому как были явно не готовы либо недооценка либо вообще не играли вообще но все забили выше таки там одной рукой сыграем не получилось вот саня небольшое юридическое отступление посмотри пока профиль арсенала и ты думай все поймешь но я понимаю арсенал это арсеналы дежаве это дежаве но чикаго это чикаго и таким значением выходить на финал но это означает что он вообще не играл ничего и он играл в основе но там есть по моему и другие игроки почему но может быть нету походу нету ну как были dream is beautiful а утаим то вы заходил то выходил там были люди и он ли вон ливан по в чате сидел поэтому были люди но видимо остальные награли еще меньше чем тысяча опыта за неделю не было таки раун ливан дефир вот про то же самого кого я говорил он имеет от points он атакер на вас пину вас поводу в них есть поэтому так играл кто-то на вас про них астероган на вас там да он ехал он ехал на вас пи право он играл справа в дефе на вас пи поэтому у меня и вызывают большие сомнения как они вообще подошли к этому финалу они но в общем рандомы заслужили эту победу на самом деле и все то я думаю рада что чикаго проиграли я надеюсь они не закроются и все будет хорошо с этой игры я поднял гаечный ключ один из трех кажется за за два гранд-финала один из трех я знал что чикаго проиграет не потому что они плохо играют не потому что иран дупс народом глупс какие-то очень жесткие я не знал вообще ни одного игрока почти рандом обзор а просто потому что к сожалению улык от лузов есть такой игрок как фонарщик это вестник что у вашего клана не будет ничего если этот игрок играет азар прости но гладиатор я и думаю тебе не светит посмотрите и возможно следующий там был лос-анджелес фиолет крюс сальватор репард вот эти четыре человека мне запомнились на трансляции просто что если не спросить кто это такие я скажу да они же это выиграли там они хорошо играли борду против контузов продукты просто сыграли хорошо вот там ты делаешь что рандом нипс играли хорошо контузовая дико ужасно фиговая не знаю просто невероятно убого сыграли эту борду я думаю конференция очень сильно зарешала потому что тот желает не ламвио я услышал что он легко воспоминяющийся игрок и вот был момент во втором раунде когда вернул для лет крюс флаг штока флаг и после этого все игра контузов вообще пропала полностью окончательно бесповоротно какая-то это не лавью тогда не дал рельсу потом он еще много где косячил но в целом но на флаг штоках вообще развернулась целая баталия именно у чикаго то что творили рандом нупсы на флагштоке у чикаго это было нечто там столько было моментов просто ужас я вообще не понял как так происходило но они молодцы но вот в отличие от чикаго вот этих рандом нубов в рандоме то я видел очень часто даже некоторые у меня в друзьях и сальватор велит крюс лос-анджелес всех я да они и за они вот как раз играли они тренировались они понимали что против них выходит фавориты нам надо доказывать нам надо биться и они это сделали они тренировались и вчера тренировались в рандоме сидели то есть они тренировались явно чикаго судя по всему подзабили но и за это получили оплеуху вот молодцы рандом нупсы заслуженно заслуженно актив абсолютно заслуженно самое вот самое красивое что было это как рандом нупс цеплялись за увозы конкурузов это очень дико было это просто нереально вот серьезно ну конкурузы рандомные флаги случайно во многом ставили потому что до конца рандом нупс боролись за каждый это очень круто и игра смотрелась в общем молодцы спасибо рандом нупс за красивую игру заслуженная победа как бы не то что в предыдущем моте второй лиги участником которого я был собственно непосредственно предлагаю перейти к перцем пингвину да супер матч который ждали полгода просто после гранд-финала и грубо говоря год может быть ждали любителей хрвр этот матч перцы прошлые победители мастеров the sword заслуженно тогда не выиграли вавилонов четвертое место между на чемпионате да возможно что-то не то было пингвины которые прошло эмоции были топ-6 и что я им пророчил наверное на этом моции я думал возьмут мозг как совершенно другая команда в мч они тоже взяли топ-6 и сейчас они выиграли 30 пингвины разнесли в пух и прах перцев игра по правде мне вообще не понравилось очень скучная была и после первых двух раундов было понятно что пингвины выигрывают первый раунд это там где не смогли перцы на рыдалете вообще ничего показать вот вообще ничего и потом перцы и перцы и перцы не смогли выиграть на мостах за красную ну а дальше все карты остались пингвинов которые они отлично играют и кроме удивило то что не forest выиграли очень сильно удивило хочу ну и пингвины играть хоть иногда forest перцы вообще не играет никогда меня больше удивило что пингвины борту выиграли но там уже ладно в общем мне больше финал второй лиги понравился чем перцы и пингвинов это да один флаг всего лишь увезли перцы и одного по моему один да на forest и 5 5 раундов 1 а ну тогда я не проигрался на самом деле на мостах перцы должны были выиграть если бы атакеры модус кто-то там еще форс друге не друг другу два раза не помешали вот там были стопроцентные моменты когда надо было уходить ну как минимум уходить доставили бы или нет неизвестно понятное дело но вот уходить они сто процентов должны были но из-за то что непонятные сбросы флагов непонятные передачи были но ужас просто то что на сарикамский сделал дон сандро это вообще трудно описать я вам слил двоих своих но это было к троих он слил троих одного чужого но и даже в том моменте кто-то поехал не туда оставил флаг 1 такое ощущение было что все говорили про конференцию перцев но это одна из самых идеальных конференций но этой конференции почему-то вчера не было непонятно почему что произошло с ними вроде состав вышел абсолютно боевой но почему так случилось почему столько ошибок именно командного взаимодействия не точно не то что личного скилла а именно командного взаимодействия им этого явно не хватало тот мосты должны были брать соликанск тоже неплохо все делали но вот эти вот моменты это просто похоронили перцев право пингвину с этого боя поднял два ключа один ключ за то что перцы просто поиграют проиграют не взяв ни одного раунда я для меня вообще не было интриги в этом матче я знал что пингвины намного сильнее и вообще не понимал тех кто ставил серьезно на перцев серьезно я играл против обоих команд перцы намного ой пингвины намного выше классом на хрвр чем вот текущий состав перцев вот финал второй лиги был интересный и вот теперь самое обидное то что если такие пингвины еле-еле выиграли нас то что бы было бы с перцем если бы допустим и случайно выиграли пингвинов вот чтобы было бы финале не знаю это нету смысла даже думать об этом потому что непонятно какие-либо дежавю непонятно какие были бы пингвины против дежавю если бы что-то конкретное жесткое решалось типа гранд-финал и просто этот гранд-финал не запомнился потому что перцы в нем были вообще никакие это правда и просто там была одна команда пингвина который вас либо выигрывали либо просто пытались выиграть а перцы смотрели на это вот кроме соликамска соликамска перцы действительно неплохо отыграли дни родали тоже не неплохо играли на самом деле них ни одного момента для его за не было у перцев вообще они весь дроп отдали но видно то что перцы играли 3 в 3 в 3 вас по кемперели и ждали пока кто-нибудь выдвинется на канал и потом уже только начинали ехать вот это вот мне понравилось это случайность была два раза подряд липаж но они хотели сыграть против пингвинов в игру пингвинов которые тари играют в сто раз лучше ну пингвины просто гораздо лучше стреляющим перцы им надо было рашить перц играть вот именно враж на самом деле даже и трех вас по авто не было потому что афенсива упорно отправляли на фланг дефа просто и везде на любой карте афенсив смотрел в дэв на соликамске модост играл на хоре какой-то другой карте модус тоже играл на хоре он все время играл на хоре на вас не поставили вообще зависит вот вот непонятно почему афенсив играл на вас пив тэфи но почему да только вот не знаю кто ответит рафаэл наверно мы хотели позвать представителей перцев на обзор но они так огорчены в такой депрессии что никто не захотел к нам приходить и рассказать что почему на что они надеялись на что рассчитывали ну как по мне просто командного взаимодействия не было и они выходили мне кажется на финал уже знаю что они будут проигрывать ну как то вот такое у меня ощущение было бой получился скучно почему потому что слишком академично уж играли все и перцы так стоят стоят и эти стоят стоят на фоне рандом носу которые все rush chicago rush и тираж конечно матч смотрелся более эффектным но по академичности игра все-таки было видно что там был ну класс показан высокий стрельбы неплохо взаимодействие от пингвинов вообще на уровне перцы влажали моментами но в целом матч был конечно крутой не яркий но матч все равно был крутой на мой взгляд но не яркий просто для меня помещу было результатами предсказуем я просто не видел как перцы могут выглядеть в каждом раунде вот вообще не в одном мода сыграл на вас перед alert остальное он играл на хай вот на соликамске вот представьте вот вот тот момент на мостах когда они втроем зашли на флагшток вот они тогда увезли бы и все это 121 по сути ушел до соликамска дон сандро не прострелил или кто-то проводил 22 и дальше кунгур и парма но неизвестно как бы сложилось понятное дело мы пингвины очевидно что были на этот матч настроены более лучше поэтому пингвин заслужены победа все ну вот я вам хочу от господа эксперты и ауе я больше ключей поднял с этого моца я так маленькая лирическая шутка просто пока я кое-что вам скажу вот все что я хочу сказать о моце я вас попрошу написать мне в личку символическую сборную этого моца три хорька три вас по это вы сделаете не потом я в конце как раз таки и оглашу вот так от каждого лучше но это мнение не на голосе и потом уже попозже я это объявлю или бы вы сами скажете просто подумайте давайте поговорим сейчас о самом моте вот сначала начнем от группы вот сейчас самое вот грубо говоря то от первой лиги а второй лиги грубо говоря там говорит ничего на самом деле как бы не обижались игроки второй лиги но это так давайте начнем с группе с группы а мы это говорили но давайте вспомним все таки там dream squad и занят первое место synergy 2 легионы или мир нас поделили 3 4 место ds выиграли группу за счет того что выиграли больше раундов у краски у легионов или мир and synergy такого не смогли грубо говоря порадовать болельщиков и поэтому они заняли второе место и попали на несокрушимых и великих дежавю если бы они тогда бы попотели бы чуть-чуть dream squad и возможно бы не попали бы на этот коллектив ну легендарный на адс грубо говоря говорить этот турнир запомнился только тем что взяли танк киллера и там рада лерт они проиграли из-за путь из-за этого второй сетки вы грубо говоря в нижней сетке они отлетели от synergy из-за пути с проиграли в виду из-за пиков же играл буги если бы не буги этого ds мне кажется мы выиграли рада лев нам буги делал просто 90 процентов работы просто эпики хорошо играет рыбали мы тоже что раз говорить это эпики на тот момент очень сильно тренировались и на тренировках они играли очень хорошо поэтому результат тогда казался даже закономерным ds начали сбавлять и мало тренились поэтому проиграли вообще в целом если говорить о плей-офф как он сложился все решало то как соперник подойдет непосредственно к матчу который его ожидал то есть все записные фавориты раньше до этого по результатам блица при этом группы ничего не решала зависело все как ты начеркал как ты вышел на конкретный матч и как его отыграл получалось игра или нет поэтому он вышел такой непредсказуемый и очень интересный турнир вот смотрите группа b от пингвины проиграли грубо говоря за этот мост только перцем и авангард вот как так получилось но это мы говорили то что мосты и пингвины там не знали по раунду набивали там совсем с авангардом все понятно что либо это был хитрый ход от секрет дрима чтобы перцы не вышли из группы либо реально чуваки раунду набивали по моему что посмотрели мы на бориса против сенажей грубо говоря там не удивительно почему авангарда может быть и выиграли борис до появления чекера играл вообще замечательно а потом что-то пошло не по плану он играл мч10 играл на мч грубо говоря неплохо я видел что не надо так не знаю не знаю по мне так и как говорил финал стоит просто грубо говоря он забил на игру борис поэтому можно нет я говорю мч10 посмотрите на него там он наиграл хорошо пингвины прибавляли постепенно потихонечку готовились усиливали состав сделали хорошие трансферы которые пришлись им по душе вернули своих старых игроков и они эти новые игроки играли в составе и все было хорошо если мы предыдущих обзора говорили что многим замены пошли не на пользу этим пошли вполне на на пользу и поэтому такой результат почему не вышли нв мы это много раз говорили но опять можно это сказать почему не вышел ну что марсель молодец едем дальше потому что легис это всем известно что легис 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 возможно легису стоит задуматься о том чтобы просто вступить в какой-то другой клан играть за другой клана своих игроков уже отпустить чистой душой и совестью давайте ребята играйте выигрывайте или проигрывайте может это не его может стоит задуматься может он легис хороший исполнитель он вступил в команду и сразу выиграл кислоту он бы вступил во что-нибудь еще он было что-нибудь еще капитанство это явно легис по вот уже очевидно для всех кроме него самого скорее всего скорее всего так но но вот вуцци можем о них поговорить сейчас почему они так грубо говоря ни одного раунда не выиграли в плей-офф я я даже меня молчу уже много времени то что все все сдались вот я помню вы говорили много раз мы уже на обзорах говорили много кто писал спрашивал почему вот так случилось то выиграли бы мы допустим вавилонов нижней сетки все это был бы предел в любом случае кто-то мы также говорили понимаешь но я на я понимаю что вы это отдельная история дятлы это отдельная история понимаешь что могло бы быть все иначе в принципе могло бы быть но не случилось потому что не могло случиться никто на нас топ-4 на глуп грубо говоря но мало кто рассчитывал по результатам блицов если смотреть принципе да но мы же все прекрасно с вами понимали и говорили что все будут прибавлять дятлы прибавлять не будут трансферов не планировалось никто не усиливался поэтому даже если мы выиграли вавилонов что мы могли сделать сделать но это это при условии что не вступил бы том рэдо что-то там еще случилось где-то нам что-то на какой-то карте повезло но в целом топ-8 это сейчас для дятлов предел по уровню игроков по тому как играем по тренировкам последним который у нас уже вот после группового этапа было все по и прекрасно понимали что вот топ-8 это все это наш пример ты на групповом этапе но был уже видно что ко второй игре вавилоны там тренировались и вутсов уже выиграли там я не знаю требовать от ватсов от вутсов большего чем-то по всем было первых незаконно неправильно а так топ-8 это хороший результат в любом случае могли больше но не смогли что больше ну все пройти бы тех эпиков которые есть пройти тех пингвинов допустим внизу которые в ней на сетке были но вот это нереально было на этот момент уже было нереально я полностью согласен там даже от настроек и ну от настроек конечно может зависим чисто по игре не я учитываю что я знаю как складывал ситуацию последние тренировки мы играли слабее даже на групповом этапе игры с кадетами nexus сами уже шли слабее это была не та игра которую мы мы на максимум могли показывать но это было слабее чем обычно это чувствует поэтому для меня отлично я понимал что скорее всего топ-8 это предел оно так случилось но это но это надо просто чувствовать я не могу это объяснить и поэтому топ-8 это был максимум вот честно максим который можно было выбрать это правда но ладно вы закончили я надеюсь вы сможете сейчас огласить свой как раз таки символический состав вот и каждый самый самый лучший на типа вот символический состав вот какого будут выступили как раз таки я ставь синерджи нет я сейчас как раз таки скажу харьки 1 это актуально потому что во первых что я могу о нем сказать игрок пришел сын вов он с нами не тренинг ся почти и так он закрыл нам позицию дефера просто один из лучших деферах мне кажется этого модца потому что он нам сделал игру вот этот топ-3 грубо говоря но не процентов ну процентов 50 его если бы не его деф то все мы пропали второго харька его поставил бы это буги буги фризер который очень хорошо сыграл за эпиков и мы видели его как играет эпики без него вот грубо говоря мать дежавю координации вообще не было у них вот поэтому буги один из лучших хореводов и 3 хорек это как раз таки modest но все таки у modest очень хорошо играл на харьке мне он очень сильно понравился в атаке вот а по вас помкам это я думаю без вопросов один из лучших как раз таки он был на своем а плуа такие флаги он увозил мне понравилось его игра 2 вас это дахар дахар сыграл очень сильно этот мод хоть он был сам самый сильный игрок мне кажется синержи в этом сезоне вы можете поспорить с лавсом вы можете поспорить с то что лавс сильнее но вас мне кажется дахар был сильнее чем лавс так я же первого только вас поводу а нет второй вас поэтому я и докопал ну и третий мне кажется это слай 1 1 1 я же сказал кам а все ну ладно крико третьего назову modest modest а ну и 3 вас это слай хоть и 3 скваду очень странно вылетели но посмотрела групповой этап вот один матч синержи один матч второй матч синержи слай сыграл там очень классно и и грубо говоря с этими с эпиками он тоже играл очень хорошо вот сильнее всех вас поводов которые я видел на дальше дальше поэтому вот такой вот у меня символический состав могу назвать еще раз актуали модест буги и слай кам и дахар вот такая вот шестерка у меня ваня ты готов сейчас предоставить да да давай давай я мы сейчас тебя послушаем это будет на монтаже так прикольно типа вот бац там харек вылезает я надеюсь мне будет это не лень и я сделаю давай ваня на харьке я бы поставил секрет дрима потом алафизат лоуса я помню он точно отыгрывал дэйфи он вообще очень хороший хоревод и не знаю почему именно вас повод и он на харьке нравится гораздо больше он отлично стреляет вот эта чуйка у него просто превосходный так секрет дрим потом алафизат лоус часа немного перейду на васпики потому что я забыл фрика на васпик я бы поставил кама однозначно в том поставил бы скорее всего дахара тоже хорошо отыграл он этот чемпионат и наверное модеста вот на васпиках я бы поставил в атаку и 1 хорька мне осталось назвать тут сложно сказать какой харьок гул еще к этой шестерки будьедов марселл фантамас хороший банан кто этот великий третий игрок вот прям этого третьего халька вот три зажима вызвать вы точный стрелок из пингвинов а у е702 ну пусть будет а у е702 потому что ну меня просто вот эта пятерка которая назвала она для меня идеальная а там а у е таки не сыграл ни одного боя актуали ну то чем тебе не актуали ошибался я называл который вот на хорьке они безусловно отыграли не надо сюда потому что ну в общем не знаю кто пусть будет а у е он бы точно не ослабил это состав ну ладно райканин твоя вариация состава да я думаю что идеально бы на харьках смотрелся точность стрелок как последний дефер буги фризер и лавс из synergy это было бы вообще убойно буги любит подключаться к атаке а два харька лавс и точный стрелок было бы очень неплохо лаз в целом очень но на мой взгляд правил очень сильный сезон вообще очень меня удивил на вас пах персон а модест и слайд ну мы с тобой почти солидарно потому что модеста я все-таки вижу на вас пехоте он и иногда и отыгрывает на харе но вот персон модест исламе кажется это тройка вас поводов которые и могут еще прогрессировать и сейчас пока хороший да а у я так моя шестерка это лавс ну всем понятно это когда он играет это я считаю лучший хари вот из текущих проекта которые есть еще которых я знаю есть сегодня хариот который сильнее лавсом он к сожалению не играет я не буду называть возможно он когда-нибудь вернется 2 это буги фризер он великолепный хариот один из лучших дейферов по крайней мере на редалерте он просто все делал в редалерте эпиком в дефе и третий это готик образца год назад сейчас по моему он сдал по игре но год назад это тоже очень мощный был хариот я бы себя конечно поставил но меня никто не ставит поэтому кроме вами конечно я да поэтому себя не буду ставить по вас по я думал что я буду единственный кто назовет персона но нет сарай конца мы солидарен персона я считаю хороший игрок с большим потенциалом дохар это игрок очень высоким личным скиллом и не знаю как он там контроль дропа но личный скилл по личный скилл это я считаю лучшего спал от этого эмоция вот и 6 какой-то был вас в который вас проскочил но я к сожалению забыл модульте нет камни или слайд слайд какой-то есть какой-то еще из места слоя вот кого-то какой-то был вас который я хотел поставить меня забыл ну пусть будет слайд слайд все таки игрок да игрок очень высокого уровня вот слайд да то есть лавс призер готик дахар слайд и персен вот моя шестерка но неплохо на самом деле трое назвали даха дахара и четырех трое назвали лавса из четырех и трое назвали буги-фризер и ну что это три раза три раза три раза слоя еще мы грубо говоря может быть разбираемся киберспорт но слою больше аванса вот те которого в лице может групповой этап что он показывал потом естественно кто-то пошло не так не было таких ярких моментов но вот у слая побольше ярких моментов в целом за сезон если так брать нежели допустим до ксарами на мой взгляд а все вспомнил шестой вас вместо слайд дима паладе все забывайте слайд дима паладе все серьезно это 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 очень жесткий игрок все у меня больше нет если бы играл если бы играл я отвечаю это был бы если поиграл если и gothic был образца год назад все-таки мы выбираем по результату текущего ладно все таки слайд слайд не буду я бежать слайд слайд марсель сможете сделать поэтому нормально сборную потом кого больше назвали то выпустой но от грубо говоря давайте сейчас вот решим вот символическую сбору получает смотрите в эту сторону точно выходит дохар нет подождите к нам сейчас ворвется влад влад уважаемый вы тут уважаемый вот на месте да давай вот раз ты ворвался сейчас давайте свою символическую сбору назови моду запрещенная не хотел его называть давай вот три харька кто лучших три лучше хори вода этого мастеров за слов оливе зал класс маршель нет он там ас как нет хороший банан ну бы ну бы все останьте я хватит вам по дежавю вести сейчас я по пальму пиши пальму я бы назвал буквально место не нашлось просто если было 7 игроков я бы его назвал не на можно по приколу может прикольно сборная фантомаса ауе там пальма еще ауе значит парфаэлла дон сандро фонарчик секунду секунду я открою все команды не не смей это тогда ауе в дефе дон сандро а в атаке я бы арсенал который полторы тысячи опыта в неделю нет не надо пальму в атаку так угоди еще двух атака роман казах 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 без казаха и состав не состав ну и кто тогда ну и легис на харьке не 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 входит в прикольную сбору вазпик вазпик надо вазпик на этом нет 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 или нет сомал нет молчит обычно конфет нужен кипик варик варь его варьер ван споет варик и все это еще что мы у чё мы отрибили его давай 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 еще раз сначала лучшее 3 хривода или золот лавс ботик и можно ну чё ж ты вот честно говоря никто больше не достоин мы все буги фризера назвали ты чё нет я не буду называть она точно стрелок секрет рим хорошо а 3 вас по и вас по это том рэддл я хотел вместо слайд пока он рэддл я вот его вспомнил он офигенно отыграл но он мало сыграл поэтому он отыграл это главное так дальше после том рэддл у нас идет я не буду называть дахара поэтому а точно рэддл он же реально очень круто сыграл он очень круто сыграл пингвинов он вообще единственный кто играл за вавилона в плей-оффе ну очень мало сыграл поэтому рэддл пальма и и оба еще раздонтики до уху спал вот варьер верил кто там еще эти великие варьер на герой персон кстати ватрой назвали персона нет двое назвали персона персона правда хорошо играет то есть он реально очень перспективный игрок если будет 5 прям кого я назвал том рэддл том рэддл и пальма том рэддл пальма пусть будет последний вас повод из команды сейчас кстати неплохо играл за и пиков он не автоматически играть и он понравился в этом игроке в этом сезоне как игрок в этом игроке я бы конечно сделал группу состав из 6 бланов конечно просто давай давай тогда цирковой номер повторить когда получается смотрите символическая сборная от стрим то это сто процентов дахар от вас это слой и получается персона и это три вас по какой шар слайпер сам переделайте пожалуйста должен игроку ли он сюда попал должен попасть у нас ламсом рэдл вместо слайка ну вы же все говорили слайд почему я забыл про правила игры я забыл честно тебе признаю хорошо тогда том рэдл том рэдл так и вот это лапы запрос куки флангер буги и 3 перевод это я говорил единство только актуале получается кто там еще точно стрелок ну как по как помните муги фридер ну так 3 хорек должен быть из пингвинов как-то мне очень стрелок уже играет чем-то кстати оба мангов лангбов проиграл форевер бесты сегодня салат все ну сон он проиграл еще в адвокату напоминаю заранее да так что все нет у лэнгбов отвратительный финал виду моё если вспоминать в целом сезон то точно стрелок намного получается вот такая символическая сборная вот так в этой кампании конечно персон смотрится нелепо парик она то сюда добавляет нет тут по идее должен быть кам если нет 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 ну персона вы назвали больше без совести без кама вообще нет я ну кам конечно половину плей-оффа на своих плечах плечах отсутствие кама вообще не получается тогда я говорю вместо рэдла можно рэдл мало просто играл я выиграл две игры он пришел на флос играл две игры неправильно получается дохар тогда персен и кама мы опять же не этот стабильный игрок но мы была но я по плей-офф трансляциям то в его хвалили практически в каждой игре я это правда для меня один из лучшего вот я понял вот он играл у нас а мы записываем еще линии просто вот он играл у нас в нашей команде на ткв между собой мы катали на официальные матчи он вот низкую чтобы он решал вот такого не было вот именно ему помогли раскрыться пингвины это факт но сами моменты ко мне испортил и в принципе он заслуживает тут вот по-хорошему вместо рэдку тогда нам на харкам персен а хривода лавский стрелок не ауе ты согласен а сто процентов вот вот такой мастеров за слот у нас получился дорогие друзья на этом грубо говоря моя работа подходит концу в работах райканина ауе сотникова влада и много кто у меня и илюша года который мне помогал и ориону можно сказать спасибо экзамбу кто у меня еще еще был грубо говоря на обзорах всем можно сказать спасибо и don't mind у который с нами его не тоже возревал было весело было круто на самом деле надеюсь обзоры будут жить и это не последний мой обзор потому что все таки это финальный обзор моца и надеюсь там на лайты потом на им ч этот формат будет жить и мне будут помогать конечно баня конечно влад конечно саня конечно у е извини что тебя по имени называю я хорошо по улече нет вот поэтому так ну вот ребят вот так вот такое большое такое вот грубо говоря прощание я марсель со мной был сегодня сотников сегодня у е был райканин и под конец вот так вот влад ворвался поэтому спасибо что вы смотрели этот сезон за все пошло спасибо что болели за дежавю спасибо что болели за все остальные команды дежавю чемпионы наверно только во второй лиге может быть поэтому ладно всем спасибо всем пока можете попрощаться а еще приношу извинения что в этом обзоре не было ни одной шутки про гублера гублер забыли погоди а сколько ушли шуток этот обзор сделал ауе не так уж и много ну вот ауе я пересмотрю если мало шуток это